привет мои дорогие друзья вчера мне сделали интересный подгон подарок банкнот с арабских эмират саудовской аравии и судана я посидел сделал маленький расчет сколько мне потребуется денег чтобы приобрести такие банкноты значит номинал сейчас я буду вам показывать что там есть и сколько это стоит по номиналу да и вообще зачем я это видео решил снять вам правильно ну банкноты из обращения что тут такого интересного и так далее дело в том что я хочу сам научиться тренироваться восстанавливать банкноты потому что ну учитывая сколько надо потратить денег чтобы приобрести такие банкноты а когда ну как бы это рубрика видео не имея 100 рублей а имея 100 друзей это люди которые привозят вам деньги за границы просто дарят и можно самому их спокойно попробовать привести в порядок для коллекции дареному коню в зубы не смотрят почему бы и нет или даже с точки зрения перепродажи например люди не знают куда сдать в какой обменник ты спокойно можешь их привести в порядок и либо себя порадовать либо перепродать ну дальше расскажу еще о приколах в плане восстановления и вы поймете что я хочу научиться сделать и с помощью чего значит это у нас пятерка дирхамы 2015 год 5 дирхам вот так выглядят две эти банкноты одна чуть чуть получше вторая чуть похуже но в целом они обе не намного ушли друг от друга так сказать по состоянию вот такая десяточка 10 дирхам тоже интересная банкнота в принципе симпатично сделано но я такие себе в коллекцию не купил немного не моя тема у меня тема долларовая но все же значит что у нас получается это 20 дирхам и по номиналу это 130 гривен значит мне надо потратить денег чтобы приобрести эти банкноты вот 10 дирхам 2015 год 76 гривен состоянии юнси 5 дирхам 15 года 65 гривен ну грубо 130 гривен из обращения такие банкноты не нашел в продаже ну номинал 130 206 надо на пару ну вернее на три банкноты ну пусть там 180 гривен минимум они будут стоить дальше поехали саудовская аравия здесь банкнот наборчик чуть чуть побольше здесь это номинал реал и вот так они выглядят это единичка 2012 год в принципе симпатичная банкнота кстати можно смотреть водяные знаки вам интересно в принципе более детальный обзор я сделаю скорее всего когда буду мыть эти банкноты типа а вот видите смотрите здесь ручкой короче подписано я очень хочу научиться убирать ручку с банкноты у меня есть очень классная брошюра по реставрациям марок то есть филателия и там указано способы и методы как убрать можно ручку и чернила даже с марки ну а так как это банкнота она же из бумаги и в принципе я думаю тот метод можно попробовать использовать и на банкноте заодно и понятно будет останется ли краска или нет ну вообще интересно этот способ попробую знать что пятерка 2012 года это пятерка тоже тоже такая симпатичная в принципе банкнота 2016 года здесь цветочки у них такие растут у меня конечно тема долларовая но к дареному коню зубы не смотрят банкноты пришли бесплатно почему бы и не заняться их не реставрации десяточка с красивыми небоскребами 2017 года и так сколько это у нас денег значит это у нас получается 21 реал или 137 гривен и вот это саудовская аравия 1 реал 12 года это все банкноты из обращения кроме одной вот 11 50 5 реалов 46 гривен 12 года 5 реалов 16 57 гривен 10 реалов 17 114 гривен в прессе но учитывая что 57 на 57 на 2 да вот вам 114 то есть грубо 100 гривен пускай она стоит и того мне надо потратить 220 примерно гривен чтобы купить вот этот наборчик банкнот у нас дальше следующие банкноты это у нас судан вот они здесь тоже наборчик не маленький значит вот такие инструменты какие-то музыкальные их не 2015 год 2 фунта там номинал у них фунтах такая интересная к это их не посуда ну это суда мне уже чуть-чуть побольше даже нравится как сделанный достаточно симпатично дальше пятерка здесь интересная виды энергии до солнечная ветровая hydra то есть водяная и просто видимо ну у них наверное такое то достижение так выглядит пятерка здесь спутник то есть возможно они в космос выходили здесь как будто как здание какие-то гостиницы непонятные весы равновесие там какое-то ну интересно символики здесь хватает посидеть поковыряться разузнать что написано дальше такая десятка тоже с верблюдом здесь голограмма красивая вот эта вот полоса клёво выглядит банкнота красивое дерево и здесь руками так держится интересно здесь тоже какие-то символы идут одинаковые а нет в разные стороны смотрят ну в общем надо посидеть поковыряться символикой также с ультрафиолетом с водяными знаками это все потом когда я буду реставрировать банкноту вот водяной знак интересный такой птица крыл какой-то непонятный так дальше у нас вот это восемнадцатый год 50 фунтов тоже мужик сеть закинул там куча верблюдов такие еле заметны эти верблюды я сначала их даже не видел симпатично нового образца банкнота мне понравились слитки золота это круто то есть страна богата золотом видать тоже полоса вот эта симпатично блестящая и вот старого образца тоже верблюдов целая куча коровы 15 год 50 фунтов тоже интересная симпатичная банкнота и тоже пописанная ручкой вот особенно вот с этой стороны и ручка по ходу прошла аж на две стороны жестко конечно просто обратились этой банкноты но ничего ничего я попробую это дело потренироваться чтобы убирать возьму одну гривну и с одной гривны начну и так значит это у нас судан 117 фунтов номинал 57 гривен чтобы купить не все эти банкноты суданам не надо потратить значит 50 фунтов 18 84 15 15 15 3 5 фунтов 17 18-10 гривен 2 фунта 15 15 10 2 фунта 17 тоже 15 10 и того примерно 267 гривен на покупку набора банкнот судана общая сумма то есть номинала подаренных банкнот на 328 гривен или 13 долларов чтобы купить все эти банкноты мне надо потратить 697 гривен и того 370 почти гривен я сэкономил если бы я взял их по номиналу а в реале этот подарок приблизительно на 697 гривен то есть почти на 700 гривен вот эта куча банкнот представляете вот такой нехилый подгон значит я потренирую с этими банкнотами попробую их пореставрировать у меня есть уже в голове некие наработки как это сделать плюс я попробую почитаю эту брошюру по реставрации маркам и может быть оттуда почерпну какие-то для себя интересные нюансы по очистке банкнот возможно ли применить там тот способ или нет к банкнотам к деньгам если все удастся то я обязательно сниму какой-то обзорчик как я реставрирую банкноты потому что очень часто людям дарят подарки из-за границы и действительно ну вот ну реально пришло бесплатно почему не привести это дело в порядок и не положить в коллекцию почему нет ну что или даже хоккей не хочешь в коллекцию так привести в порядок чтобы продать может помятую портянку никто же не купит правильно а если у вас банкнота будет хотя бы ровненькой симпатичной пусть и даже из обращения но допустим прессовая банкнота стоит много денег да а вот не прессовая но в хорошем состоянии тоже можно приобрести почему нет если хочется сэкономить и хочется себе коллекцию рукой тень сделал не сильно контраст в общем подписывайтесь на канал и вы увидите как я буду реставрировать эти банкноты со временем может даже ради эксперимента продадим какие-то ну продам какую-то банкноту тоже интересно сработает ли этот маневр или нет и очень хочется убрать вот эти ручки маркеры что-то всем удачи пока